Детский парк в Октябрьском округе Архангельска. Площадь в полтора футбольных полях, 10 старых аттракционов и неизвестное будущее. Этот парк находится на историческом месте расположения музея. Поэтому здесь достаточно все проблематично. Ну и заграничены мы все зданиями, плюс сама конфигурация очень сложная. И конечно много хороших аттракционов, которые в будущем возможно поставить. Их все-таки здесь будет разместить очень сложно. Этот детский парк единственный в городе. Каждые выходные здесь очереди указ. Родители с детьми приезжают со всех концов Архангельска. Хотелось бы вам, чтобы в городе было больше детей? Конечно, так гулять вообще как бы негде с детьми. У нас на Галуши, например, вообще ничего нет, только песочницы. Чтобы погулять с ребенком, нам приходится ездить с факторией, на автобусе ехать. То есть народу много, особенно по выходным ездит. Да, на ручки надо было. Как бы, ну тяжеловато, да. Итак, городу нужны новые детские парки. В прошлом году возрожден парк в Северном округе. Разработаны проекты, началось строительство парка в Цыгломине, Маймаксе, в Майской горке. Реализуется и самый грандиозный проект. Парк за кинотеатром «Русь» площадью почти три футбольных поля. Стоимость проекта оценивается в 48 миллионов рублей. Восемь из них выделяются в этом году. Планируется к сентябрю 2008 года выполнить часть территории парка, ну приблизительно там половину благоустроить. Там будут выполнены дорожки, выполнены зеленые насаждения, будут стоять освещение и, видимо, какие-то игровые детские комплексы. По словам Андрея Шабалина, в городе разработаны целевые программы, по которым можно добиться финансирования на игровые комплексы. Например, программа строительства и реконструкция детских спортивных площадок. Однако она пока не утверждена горсоветом. В лучшем случае ребятишкам придется довольствоваться детскими городками с так называемыми малыми архитектурными формами – каруселями, качелями и горками. По наихудшему сценарию парки будут прогулочного типа, подобно Петровскому. Стоит заметить, из названий проектов уже исчезло слово «детский». Детский парк. Таких сейчас названий-то у нас нигде и нет. Так, строительство парка. У нас идут просто строительство парка. Это благоустройство территории, где жители, например, какого-то округа могут свободно проводить время, гулять с детьми, отдыхать. То есть какие-то благоустроенные территории. Разработчики проектов свою задачу видят только в подготовке площадок для будущих объектов. Превратить же прогулочные парки в детские парки аттракционов должны спонсоры. Именно на внебюджетное финансирование делаются ставки. Но будут ли желающие вложить свои деньги? Стоимость только одного аттракциона – 10 миллионов рублей. А их нужно как минимум 10. Итого 100 миллионов. Парковый сезон же в Архангельске длится всего три месяца. Парки работают только при теплой и ясной погоде. В нашем регионе строительство парков, оно очень затратно. И время окупаемости всего достаточно очень большое. Поэтому привлекательность для инвестиций, она маленькая. Виталий Лилека, Александр Кузнецов, Алексей Чешков. Автограф дня.